О проблеме, которая нуждается в первоочередном решении. В Шумерле износ коммунальной инфраструктуры достигает почти 80%. Аварии на тех или иных участках случаются так часто, что жители стали воспринимать их как неизбежность. О ситуации в муниципалитете в нашем репортаже. Эта котельная построена почти полвека назад. По этим трубам, общая протяженность которых полтора километров, поступает тепло в поселок Лесной. Вода нагревается в котельной до 57 градусов, но до потребителей поступает только 47. Теплопотери в 10 градусов. Даже здесь, на галеном участке, если я положу сюда руку, я даже не почувствую тепла. А между тем она отапливает пять многоквартирных домов и один небольшой завод. Изношенность оборудования и плюс очень большая протяженность сетей тепловых. Полтора километра до поселка получаются вот эти сети. Соответственно, чтобы температурный режим соблюдать, нужно чуть выше давать. Соответственно, пережег газа идет, питание идет из водозабора сурского. Здесь водоподготовку обязательно надо делать, иначе очень быстро котлы, скажем так, уходят из строя. Большая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями заставила последних перейти с января этого года на прямые расчеты с потребителями. Но и это не спасает ситуацию. Для безубыточной работы необходима тотальная модернизация ряда объектов ЖКХ. Из 15 действующих котельных только 6 новые. Три построили за счет средств предприятия «Чувашгаз», а еще три котельные за счет республиканского бюджета. Они отапливают две трети многоквартирных домов города. Хороший пример. Вот только нормальному обеспечению мешают все те же изношенные сети. Котель настроена таким образом, чтобы крайний потребитель в цепочке теплотрассы получал горячую воду нормативного качества из 60 градусов. Хотя это с нынешними тепловыми сетями очень тяжело выдержать. Самая большая проблема – это все-таки изношенность и веткость тепловых сетей. Вот мы находимся на котельной по улице Коммунальная, где самое большое количество аварийных ситуаций за октябрь, ноябрь и декабрь месяц. В настоящий момент эти аварийные ситуации устранены, но нет гарантии, что они не будут происходить при повышении температуры. Здесь было больше всего таких аварийных ситуаций, локальных аварий, либо крупных аварий с остановкой подачи, например, горячей воды в несколько многоквартирных домов или в группу многоквартирных домов. Здесь аварий было чаще. Сами жители устали перечислять аварийные случаи. В начале января где-то, наверное, горячей воды не было и тепла не было. Где-то был прорыв. Ликвидировали, газ включали, отопление, отопитель свой включали электрический. Вот только не компенсируют почему-то затраты. При такой работе остается много вопросов по стоимости отопления. Тариф не устраивает, потому что тариф двухконтурный идет здесь. У нас было 1800, а у нас сейчас почти 1900 берут. И почему? То есть с каких пор это изменилось? Как поставили нашу блочку. А, новую котельную? Да. То есть вы не радуетесь новой котельной, получается? Зачем не радуемся? Конечно, радуемся, как не радуемся. Тепло же. Ну, раньше похолоднее было, конечно. А почему-то у нас взяли и сказали, 300 рублей берут слесарям на ремонт теплотрассы. Раньше были старые, были, вот по три дня даже сидели без тепла. Ломалось что-то. А сейчас хорошо, тепло, уютно в квартирах. Больно хорошо. Про тарифов не знаем, за что что повышается. Сейчас каждый день что-то повышается. Действительно, если посмотреть по теплоснабжающим организациям, в Шумерле один из самых высоких тарифов в республике. За одну гигакалорию потребители Чувашгаза, например, платят 1928 рублей. Если сравнивать с чебоксарами, то в столице цены варьируются от 1112 до 1825. Тарифы, вы же знаете, не мы их утверждаем, это республиканская служба по тарифам. Они, в принципе, на сегодня вот такие, какие они есть. Конечно же, вот люди, скажем, со строительством новых блочных модульных котельных и введением их в эксплуатацию, люди думали, что они, скажем, где-то будут платить как-то поменьше, все такое. Но нет, наша задача была решить, собственно, саму проблему теплоснабжения в городе, о которой вот мы говорили. Действительно, ситуация была, знаете, катастрофическая. Что послужило причиной бесконечной аварийной ситуации? Основную долю в платежах за жилищно-коммунальные услуги занимает как раз плата за теплоснабжение и горячую воду. Проблема, наверное, назревала давно в этом городе. Предыдущая теплоснабжающая организация обанкротилась, имела очень большие долги, более 100 миллионов перед газовиками. Понятно, здесь, наверное, можно сказать, и управленцы не совсем правильно организовывали хозяйственные деятельности. Как выйти из замкнутого круга и что должно стать очередным шагом на пути решения этой давней проблемы? В этом году планируется совместно с Минстроем включиться в программу модернизации сетей теплоснабжения. То есть сейчас там разрабатывается проектно-сметная документация. Вот в этом году и на следующий год будут, скажем, меняться и сами, собственно, сети, которые, конечно же, процент их износа, он просто колоссальный. Где-то, скажем, 80%, где-то, знаете, 90%. В текущем году у нас также выделены средства в республиканском бюджете на проектирование уже строительства тепловых сетей. Мы думаем, что в текущем году проекты будут разработаны, и нам это позволит участвовать в привлечении средств фонда содействия реформирования ЖКХ. То есть уже хотим привлечь федеральные средства на эти цели. Мы сейчас при уточнении бюджета также запросили средства на разработку проектно-сметной документации на строительство трех новых котельных. Как раз поселок Лесной, микрорайон Палан и микрорайон Верхний. Понятно, что ситуация в Шумерле будет под особым контролем. Слишком долго копились проблемы. Что мешало сделать это раньше? Ответ на этот вопрос жители Шумерле тоже очень хотели бы услышать. Татьяна Трофимова, Павел Редков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин